Всем привет, дорогие подписчики и кто только пришел на этот канал. Это видео, думаю, подойдет для новичков, которые только-только решили пойти по пути машиниста-экскаваторщика. Так вот, в чем видео заключается. Я сейчас хочу показать новичкам, как правильно грузить скальник. Так, давайте покажу это наглядно. Вот машина, да, самосвал подъезжает к нам. Мы ставим его так, чтобы на развороте мы его не зацепили. И мы опускаем скальник до самого низа. Это для того, чтобы самосвал не подпрыгивал от того, что мы закидываем в него с высоты камни. Еще такой момент, у меня даже, наверное, кстати, напишите в комментарии. Вот такой момент, когда у вас попадаются большие камни. Первое, что, не что, а куда их надо ложить, это подбор. Получается, вот сюда подбор мы ложим большие камни. Это для того, чтобы сверху, да, допустим, мы положили большой камень, и самосвал выгружает его, и сильный будет удар, и самосвал может подскочить и встать на свечу. Так что лучше ложить ближе к борту, и оно будет и вам, и машине как бы лучше. Ну, вы поняли, о чем я хочу сказать. Так что аккуратненько мы вот закладываем камни поближе к борту, чтобы было удобно выгружать самосвальщику данный материал, ну, то есть камень. Можно назвать скальник, как мы его называем. Вот, давайте. Да, еще такой момент, вот, видите, сыпется у нас сверху, получается, на борта, на самосвал. Так вот, давайте, вот, сейчас наберу, покажу, как делать, чтобы не сыпаться, чтобы, ну, не засыпать самосвал. Получается, мы его набираем, да, обычный ковшичек. Мы стряхиваем его до того, чтобы практически ничего у нас уже не падало. И потихонечку мы уходим в поворот и выгружаем, соответственно, наш скальник. Вот видите, ничего даже не упало. Так, и можно, кстати, не можно, а нужно раскладывать по всему кузову, чтобы равномерно был у нас... Скальная порода равномерно лежала у нас в кузове. Конечно, простите за тавтологию. Хочу просто обычно донести, как это все делать. Вот, давайте еще раз, вот у нас один у нас уехал, без сигнала, кстати, но это такое, ну, за это могут и отругать его, и меня, потому что может прораб сказать, почему так мало нагружаешь, а мне ему что ответить? Ну, вот так, вот так самосвал взял и уехал, без моего сигнала. Вот. Особенно вот, по поводу падения камня, еще хочу сказать, вот видите, КамАЗ новый. Чтобы его сильно быстро не убивать, как бы, ну, мы все люди, все понимаем, у каждого есть машины и так далее. Вот. Стараемся, вот как я говорил, понемножку можно набрать, вот так вот, и выгружать. Вот, показывает, пять ковшей, все, окей, видать, я ему чуть больше нагрузил, он уехал, тяжело, КамАЗ было. Вот, это уже второе. Так, еще один такой момент, хотел сказать, сейчас что-то подзабыл, сейчас повернусь, я эту, видать, вспомню. Получается, да, по поводу еще, вот, вот, погрузки, вот, камни сыпятся, это и не только, как бы, делать так, чтобы его не засыпало. Камни могут по борту отпрыгнуть, разломаться и прилететь к вам в стекло. Тем самым, кто будет виноват, ну, соответственно, вы, потому что вы не доглядели. Вот. Так что будьте аккуратны, грузите аккуратненько, делайте площадочку под заезды, под отъезды. Также, вот, мы выбираем, да, грунт. У нас здесь же, получается, выгрузка идет с карьера. Так, ховики, фавики возят здесь груз. Мы после, вот, давайте я сейчас вам покажу. Вот после того, как мы погрузили, мы, соответственно, уберем, выровняем нашу дорогу, чтобы самосвалы приходили и ровненько выгружали. Опять же, такой момент, делайте так всегда под себя. Да, получается, вы сидите, вы это все делаете. Ну, как понять, делаете? Вы, вот, приезжает самосвал, он вас спрашивает, куда. Так, забирайте грунт так, забирайте камень, грунт, чтобы вам было удобнее его потом доставать и так же грузить. Все, вот. Опять же, у нас Камазик уехал. Сегодня снежок, кстати, выпал. Погода классная. Вот у нас малый друг, фронтальник, едет китайский. Но ничего, работать можно, как говорится, Лю Конг. Так, кстати, напишите, как он, кто работал на нем. Как он в работе себя ведет. Вот щебенкой едет засыпать, подсыпать дорогу, которую мы, соответственно, отсыпаем. Вот, каток еще стоит. Вот, давайте приберемся за собой. Вот, мы тут намусорили немножко. Сейчас, как-нибудь камеру поставлю. Вот так. Вот, и равномерно мы делаем упор за собой. Уравниваем поверхность, чтобы, чтобы самосвалы ровненько обставали, и выгружали так, как вам надо. Большие камешки, да, вот есть мы их, так думаю, все в грунт прижимаем аккуратненько. Кстати, вот на скальнике берегите экскаваторы сильно, быстро. Не грузите, старайтесь все делать равномеренно. Надо беречь работу и технику, соответственно. Вот, мы за собой прибрались. Немножко вот здесь можно забрать. Соответственно, на следующую погрузку. Вот, мы его опять же стряхнули. Вот. Так что ждем следующей погрузки. Ну, что хотел я донести. Я, наверное, донес. Правильно или нет, пишите в комментарии. Потому что я говорю своим языком то, что я понимаю. Не могу я говорить по-умному. Просто я хотел донести то, что... Как правильно делать? Вы можете написать свои какие-то версии. Так это или нет. Так что, ребят, спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Если вам нравится, ставите лайки. Если нет, пишите в комментариях, что не так, а что так. Так что, своим был дневник экскаваторщика. И, как говорится, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...